Давайте. У нас действительно сегодня не очень длинное стихотворение, но тут есть несколько интересных вещей. Кроме самого по себе содержания, конечно, что естественно. Это потом. Если что пометить. Да? Готовы? Ну, давайте тогда. Сегодня у нас седьмое стихотворение нашего цикла, который, если вы помните, называется «Бешева Авней Шахам». Шева, то есть семь стихотворений, семь гранитных камней. И вот седьмое стихотворение называется «Мизрах мордот Керушалай». «Восточный склон Иерусалима». Или «Восток склона в Иерусалима». Тоже можно сказать. «Восточный склон Иерусалима». «Восточный склон Иерусалима». «Восточный склон Иерусалима». «Восточный склон Иерусалима». В этом стихотворении мы видим уже, что Гринберг, который считал себя с детства иерусалимцем, хотя жил в Восточной Галиции во Львове, которая вся была покрыта лесами, полями, речками, в которой рыбка. А он все же иерусалимец. И вот это противостояние одного ландшафта к другому. Есть ландшафт, который очень и красив, и удобен. Есть ландшафт другой. Гористый, скалистый, жаркий. Но у него своя красота. Есть красота обычной жизни. Есть красота высокой жизни. И вот об этом пишет здесь Гринберг. Первая строка. «Кцатананэйнабкегуин, вейракайцин, висадотлайнайм». «Немного виноградин, облаков темных, и зелень деревьев, и полей для глаз». Или «пред глазами» тоже, конечно, можно сказать. «В глазах». «У снапир миноцета о леве хотерми с одмайами сверкающий плавник, вздымающийся и всплывающий из тайн воды». «Снапир». 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 «Снапир» – это плавник. «Снапир». То есть действительно всю рыбу не видно, но видно иногда, как ее плавник вздымается над водой, когда она сильно плывет против течения. «А где он воду увидел?» «Вот-вот, он говорит, этого нету, это было там». «Эйн, эйн ли раабабим из рахмурдот ири Иерусалайм». «Нет, нету на показ на восточных склонах города моего Иерусалима». То есть это все было в прошлом, и зелень лесов, и полей, и эти виноградины, виноградины – особая такая метафора, потому что само облако не похоже на виноград, но как в винограде, в ней собран сок, в нем собран сок. И вот-вот, вот-вот, вот-вот этот сок и выйдет из него, поэтому это темные облака, темный виноград, который уже налился соком. «Эйн, эйн ли раабабим из рахмурдот ири Иерусалайм». «Дважды он говорит, нет, нету, ищи, ищи, и нигде, в особенности, конечно, на восточных склонах, потому что западные еще немного, есть какие-то деревья и все, а восточные склоны, которые идут к Мертвому морю, они совершенно голые и скалистые». «На показ это перевели слово «ли рот». «Ли раава». «Ли раава». «Ли раава». «Сегодня этим словом пользуются, есть халон раава – это витрина». «Это витрина». «На показ это лихатсигли раава», например, то есть поставить на показ что-то, кто-то себе купил что-то новое, обновку. «Батсигли раава». Идет и показывает всем, если это возможно. А почему же этого нет? И вот он говорит. «Кинофан вуапо. Хум, загавгув, гири, афор, якоды цагарей цагарай. Ибо край пророческий здесь, коричнево-золотистый и мелово-серый». То есть от слова «мел». «Гири, афор». «Гири, афор». «Мелово-серый жар, полдневный, ослепительный». Я перевёл так три слова. «Жар» – это «якод». «Мокеда-то очаг», например. «Эш-йокедат» – это глагол, который говорит о том, что огонь полыхает. «Эш-йокедат». «Якод» – это может быть пожар, может быть жар, может быть полыхание, пламя. Всё это вместе. «А какой же корень?» «Якод». «Это и есть корень». «Это и есть корень», примерно так. «Юд-куф-далет». «Цагарей цагарай». И тут надо сказать, что когда мы переводим обычно на русский язык, цагарай – это либо полдень, либо обед. обеденное время. Но дело в том, что на иврите цагараем от слова цагар. И цагар – это окошко, это… Нет, это цагар, а не цагар. Извините, что вы? Это как бы родственное слово «зогар». Совершенно верно. Родственное слово «зогар» – сияние. То есть цагараем – это когда солнце сияет вовсю. И поэтому я перевёл, хотя цагарей цагараем, полдневный, да, полдневный, то есть когда, чтобы мы поняли, ослепительный. Потому что солнце в полдень оно ослепляет. И это как бы открываются два окна в небе. Солнце на нас смотрит. Очень жаркое, очень ослепительное солнце. Это цагарей цагарай. Гадам-дам, аргаман, кахалули, бехол-бей-нарвай. И красновато-пурпурно-синеватый каждые сумерки. То есть когда солнце заходит, то вот это тоже несколько оттенков. Сначала адам-дам, красноватый, от слова адом, от этого же слова дам, от этого же и слова адама, коричневая. То есть как кровь, которая сгустилась и уже стала коричневой. Это адам-дам. Аргаман, это другой оттенок красного, пурпурный. И потом кахалули, кахоль. Это синеватый. Пурпур иногда переходит в синеву. То есть чем дальше сумерки, чем больше заходит солнце, тем, конечно, всё становится темнее и темнее. Бехол-бей-нарвайм, то есть каждые сумерки. Тот же ослепительный свет становится... Бейн-нарвайм. Бейн-нарвайм, это сумерки. Бейн-нарвайм. От слова эр-эв, да, вечер. И вот как бы межвечерье. Начало вечера и конец этого вечера, когда? Когда наступает ночь. Есть начало вечера, когда заходит солнце. И конец вечера, когда уже наступает ночь. И, между прочим, это интересный вопрос есть в Талмуде. Когда же... Сколько времени сумерки? Это время между шки-а-та-хама, заходом солнца, и цей-та-ко-хавим, и выходом звёзд. То есть когда уже так темно, что можно видеть звёздочки. И это примерно между двадцатью-двадцатью-пятью минутами. Вератисраэль. Есть места, в которых это намного, намного больше, конечно, да, вечернее время. А здесь примерно между двадцатью-двадцатью-пятью минутами. Примерно так. Иногда, может быть, семнадцать минут даже. То есть самый минимум. Это называется Бейн-нарвайм. Бейн-нарвайм. Межвечерье. Начало вечера и конец его. Потому что в самом начале уже вечер, а в самом конце уже не вечер, уже ночь. И вот некоторое время это продолжается. Орот шаха люцви. Шаха люцви. Ки-илу-гем ор-га-ра-ра-им. Шкуры львиные и оленевые. Будто они шкуры гор. шахал это лев одно из слов которые обозначают либо есть и есть лави который ближе к европейскому лев есть шахал кфир кфир это молодой лев или львенок даже кфирин да это между самым таким муж котенком и уже львом то есть это в среде среднее между наста а шахал это нет это нет урод шахалю цвида нет нет но у гринберга это иногда бывает не только у него конечно потому что это возможно и нет но это не потому что вообще арим это уже во множественном числе а раим это много множественное множество так что обычно так не говоря но он хотел чтобы все стихотворение было зарифмовано последнем слове так что есть так что он так что он решил говорить о горах или о взгорьях ну тут горы все на монарине так вот так вот это шкуры шкуры львиные и олень надо сказать что вся эра цисраэль подобно оленивой кожи и поэтому она называется эра ца цви эра цисраэль называется еще кроме там много названий эра ца цви и в талмуде говорят почему называется эра ца цви потому что так же как оленивая кожа может растягиваться а может сужаться смотря если там она в таком климате или в другом также и эра цисраэль иногда она растягивается делается больше а иногда сужается делается меньше поэтому называется эра ца цви вообще цви это символ красоты и благородства в библейской библейской и поэзии библейском стиле написано что если добавить что когда она растягивается когда в ней живой олень но если снять кожу она сжимается когда жизнь на евреев тут нету так она маленькая она приезжает как она становится больше всех вещает подавать мидраж да 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 то есть многие да весь еврейский народ может поместиться и вот он говорит как будто этими шкурами льва и оленя покрыты горы то то есть те же оттенки оттенки вот это коричнево-желтые с белыми какими то и вот те же самые оттенки алихэм ле рэдвили шка блехиль пенья куму а ваглана на них спуститься и возлежать без страха как бы не встали на ноги шаха люцвик и думи на рубцы на лапае леви олень древний лежащий ниц визанку им шохэ валгабан от шамай и подпрыгнут с возлежащим на спине их до неба на это слишком быстро еще раз посмотрите если у кого-то будет вопрос пожалуйста алиэм леви решка блехи слова хиль оно тоже обычно не пользуется в разговорном языке это страх есть в иврите несколько слов это конечно паха все знают ну в некотором смысле ир а магор хиль есть несколько слов которые каждая из них обозначает оттенок страха боязни пен я куму а ваглай пен это как как бы не встали то есть иногда это его яйца чтобы не шаха люцвик и думим хоров сим аллопай лежащий робот ровец тут одно шахер и одно ровец это как бы два разных слова конечно на иврите но переводится одним и тем же русским словом лежать когда говорят например о о звере то когда он лежит о нем всегда говорят робец не просто шахи потому что шахи в это может например человек может лежать и на боку звери на боку не лежат обычно бывает но обычно кошки да и вы иногда бывает тоже но вот в этом не разница ну все кошачьи все кошачьи все кошачьи они иногда и лежат и на боку другие не лежат скажем те же олени аллопин это как бы на лицо что ли аллопа им апа им да от слова ах да лежащие ниц то есть лицом вниз они не на лице лежат а лицом вниз то есть по-русски скажем лежат на животе лицом вниз к ничко 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 на это тоже самое тоже глагол но это но ровец это не только лежание в прямом смысле это еще какое-то душевное состояние ну я не знаю например в начале книги греши отбытия написано улефетах хатат робец а у порога грех лежит то есть каждый может согрешить потому что этот грех у порога он не так уж далек всегда можно споткнуться можно всегда согрешить робец от этого же слова есть глагол который все знают в одном значении но но не очень во первых не очень древнего вторых не очень правильные ирбит что значит лярбит все знают драться драться биться но это не совсем так то есть это положить но тут дело в том что не только врага можно травку положить лярбит все уложить не ребенка уложить это другое лежбище это мирбац или ровица если речь идет о зверях то это ровица а если например речь идет о ископаемых то это мирбац залеж залиж вот это от слова это все от глагола робец лизанек это подпрыгнуть но это еще и стартовать стартовать из карьера в голову ринуться ринуться тоже очень правильно да ринуться это тоже из-за но имеется ввиду немножко подняться конечно приподняться тоже можно сказать поднялся в голову да дальше улай мисси хар по ликпоц и подпрыгнут с важнее возлежащим на спине их до неба то есть вот эти эти этот лев и и олень как бы горы сами подпрыгнут вдруг что между прочим иногда бывает потому что мы тут было были когда слава богу в последние годы не так уж но землетрясение и все подпрыгивает и это именно восточный склон иерусалимских гор до мертвого моря и до долины потому что это и есть сирийская африканская впадина трещина которая есть вот свидетель этих землетрясений очень серьезно но он имеет ввиду конечно более духовно улай мисси хар по ликпоц килу ниск на файм может спрыгнуть с вершины горы здесь будто чудо крыльев и он подчеркивает это чудо крыльев ниск на файм здесь есть слово келу будто гринберг почему-то выбрал для себя вместо написать как обычно келу он пишет келу это возможно потому что слово лу тоже есть есть слово илу есть слово лу оно также легитимно и он выбрал для себя вот именно вот этот оборот не употребляется не могу сказать что нигде и не 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 всеми но я не видел в другом месте кроме у гринберг келу вместо келу 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 неск на файм гит холель бы вассара нехса а для бой орден маин на будто чудо крыльев свершилось воплоти стремящейся до води ордена то есть если человек спрыгнет с вершины горы горы то как будто он обрел крылья это конечно чудо вдруг свершилась крылья и он летит к водам иордана конечно вниз с гор иерусалимских вниз туда сам не ред вид боль но он не просто падает он летит шангер ед видит воля басар шикуло иерусалай туда сойдет и окунется плоть которая вся иерусалим то есть он как бы видит иерусалимские горы которые как бы прыгают с высоты и доходят до иорданских вод и там окунаются в них вот эта плоть это эти скалы она как вы окунается нет боль тут надо сказать конечно что слово твила она имеет и сакральное значение это не просто лирхоц окунуться или и мы по омыве омовение имеет вела это и сакральное значение того что герда не можно и очиститься от какой-то скверны пыли например то что иерусалим был осквернен различными завоевателями да он как бы себя может очистить так очистить окунувшись воды иордана как вы понимаете вот синтаксис вот здесь там где а ле-эм ле-рет валишка бле-хилл пэн-я-пу-му-ан-раг-лайн то есть да можно лечь на них да спуститься и лежать без страха а дальше идет пэн-я-ку-му и описывается вот это чудо что они могут вознестись продать и так далее да так без страха чего что это произойдет или наоборот что без страха что это не очень правы потому что вы очень правы да я думаю что без ты если если в общем взять смысл стихотворения то конечно тот кому тот кто стремится тот кто подходит к иерусалиму то ему страшиться нечего даже если будет вот этот прыжок вот а если это человек это тех завоеватели то да их эти горы могут и прыгнув опрокинуть со спины тоже может быть виордан но там они захлебнутся стряхнуть себя пэн-я-ку-му да действительно хотя слово пена но обычно обычно в негативном смысле так поэтому блехилл без страха это можно понять так что не надо бояться что это случится можно понять можно понять как бы в том смысле что это нас не опрокинет а тогда он пишет а может быть стоит прыгнуть самому даже да как бы вместе с иерусалимскими горами самому прыгнуть будто чудо произошло и у нас крылья выросли и мы можем опуститься вот таким образом и окунуться в воды и это последнее стихотворение этого цикла которое действительно подчеркивает вот эти гранитные камни камни гранита иерусалимского камня который с одной стороны очень твердый это не земля которая рождает порождает какие-то деревья все равно с другой стороны это вечности и у нее совсем другие цвета и совсем другой смысл и она соединяется с водой но иначе вот с высоты полета потому что вершины гор доходят до неба поэтому это пророчество а долины зеленые долины с лесами полями они до неба не доходят небо далеко далеко от них там очень приятно удобно но это не то а пророчество вот это скалистая скалистая душа и он конечно говорил здесь я себе тоже не сомнение хотя он был оттуда но считал себя я возвращаюсь к первому слову считал себя иерусалимцы потому что знал что он сделан друг из другой породы скалистый высоком пурпурный и так далее все товарищи спасибо вам за внимание где магицы абсолютно перерыв нас спасибо